Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Мастер своего дела» и я, ее ведущая, Юлия Погосян. 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Профессия важная и нужная. Дата была выбрана не случайно. 9 февраля – день святой мучницы Аполлонии, ставшей покровительницей как страдающей зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять. В преддверии праздника я решила познакомить вас с работой врача-стоматолога Дмитрия Ильина. Дмитрий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Рад видеть вас в клинике у нас. Многих людей пугает поход к стоматологу. Почему? Страшно, потому что будет больно. Да, это очень часто говорят пациенты. Я боюсь, потому что боюсь, что будет больно. Больно, да. Но вот мне хотелось бы узнать, все-таки медицина шагнула вперед? Возможно ли посещать стоматолога и не бояться боли, потому что ее действительно не будет? Ну, конечно, сейчас уже все абсолютно не больно. Есть современные виды анестетиков, которые позволяют получать медицинские услуги, не чувствуя практически ничего. Но ведь не только анестетики помогают походу к врачу быть даже интересным и увлекательным. Это и разные приспособления. Покажете нам сегодня, все о них расскажете? Да, я с удовольствием все покажу, как сейчас современная стоматология выглядит. И лучше всего это показать на примере пациента, который сегодня записан на прием. Давайте его пригласим. Давайте приглашаем. Дарья, скажите, пожалуйста, ну а у вас присутствует этот страх похода к стоматологу? С Дмитрием Владимировичем мы работаем давно, поэтому уже нет. Вы как часто вообще ходите в стоматологическую клинику? Как часто проверяете состояние своих зубов? Обследование раз в полгода. Если что-то нужно лечить, бывает и чаще. Давайте сразу разберем момент, когда человек обращается в стоматологическую клинику современную. Как это происходит? Он садится на комфортабельное стоматологическое кресло, и это такой важный психологический момент, что человек уже расслабленно себя чувствует. Посмотрите, какое положение принимает пациент. Он в полулежачем состоянии, у него здесь подушка, которая расслабляет голову. И в этот момент, как правило, человек обычно на что-то жалуется или просто рассказывает, почему он посетил стоматолога. Дарья, что у нас сегодня? Я бы хотела сегодня почистить зубы, гигиену делать. Да, это называется профессиональная гигиена полуостерта. Ее рекомендуют стоматологи проводить раз в полгода или год, в зависимости от того, как часто скапливается зубной налет. И это профилактическая процедура, которая необходима всем людям для поддержания полуостерта здоровой. Теперь внимание! Очень важный момент. Это профосмотры, которые врачи хотят, чтобы пациент приходил на них. Зачем это нужно? Чтобы пациент был в будущем здоров, и у него не было проблем с зубами. Замечено, что люди, которые следят за своими зубами, у них зубы гораздо меньше болят или не болят вообще. Установка за свое время существования и эволюции уже приобрела довольно-таки много современных гаджетов, как и человек. То есть это его удобный свет, который на рефракторе отражается и позволяет увидеть прям хорошую, красивую картинку. Здесь много различных приборов, позволяющих упростить и уменьшить время приема. И ультразвук, чтобы снимать зубной налет. И, опять же, тоже пустер, который позволяет продуть, прочистить все, все вымыть. Ну и все это, видите, очень удобно сворачивается, как в нужное положение сразу. Сегодня для Дарья что будете использовать? Сегодня мы используем ультразвук, зубной налет убираем, который скопился на зубах. Ну и вообще полость рта посмотрим. То есть ультразвука можно убрать на лед? Да. Не обязательно даже использовать какие-то машинки специальные, которые снимают верхний слой? Нет, ну никакого верхнего слоя мы не снимаем. Мы снимаем только тот налет, который образовался в процессе жизнедеятельности. То, что не может человек очистить зубной щеткой. А если говорить о раньше, таким же образом было такое оздоровление зубов? Или как-то по-другому? Я скажу так. У нас ничего сверхъестественного нового появляться в медицине не должно. Потому что оно должно быть проверено годами и временем. То, что происходит сейчас, происходило всегда. Просто сейчас это стало комфортнее, безопаснее и безболезненнее. Я когда участвую в каких-то конгрессах зарубежных, у нас норвежские, шведские коллеги показывают мне снимок до и после. И через 20-30 лет, он говорит, вот смотри, молодец. Вот 20 лет назад было так, 20 лет назад сейчас так же зуб сохранился. Он говорит, а почему от вас таких снимков нет? Я говорю, ну потому что у нас не как у вас в Европе. То есть у вас живут всю жизнь в одном городе, в одном месте. И вы можете их наблюдать, они ходят только к вам. И можно поколениям наблюдать. Или там сына, дочь, внука, там правнуков. И все это может даже застать один стоматолог. У нас население более мобильное. То есть может из большого города в маленький переехать, из маленького, в большой. Но мы к этому стремимся. То есть очень важно именно ходить постоянно на протяжении долгого времени. Это и развивает и доктора вообще. Потому что он может увидеть свой результат со временем. Нам важно, чтобы вы были здоровы. И важно фактами подкреплять результат, который у вас присутствует. И этим мы веримся. За собой, когда на конгрессы приходим, я показываю, вот смотрите, я там 10 лет назад лечил. Вот так выглядит имплант стоял 10 лет назад так. А теперь он стоит точно так же. И все так, хорошо. Значит, твою методику можно применять таким образом. К нам присоединилась Лаура. Она будет вам помогать, да, сегодня ассистировать? Да. Стоматология подразумевает собой то, что работает не только доктор, но и ассистент. Лаура мне помогает во всем. Накрывай, пожалуйста, пациента. Такие вот одноразовые, да, салфетки. Очень большое внимание в современной стоматологии уделяется именно безопасности пациента, ну, в том числе и медицинского персонала, кстати говоря. Все обрабатывается максимальным образом, используется единожды. Либо используются материалы, которые много раз можно стерилизовать, как правило, это металлические. И вот одноразовое. Все в индивидуальном пакете. В некоторой мазе, что 20 лет назад использовались, да, то и сейчас. То, что безопасно, остается навсегда, да. Может быть, меняется маркетинг или упаковка, но в процессе работы то, что хорошо используется, оно используется до сих пор. Это обрабатываете, да, чем-то? Для чего? Да, это увлажнение губ, чтобы нигде ничего не потрескалось. И мы убираем губы в стороны, чтобы они не мешали. Прямо как в кино? Ну, все, что было в кино, теперь, на самом деле, сегодняшний день. И она находится уже здесь у нас в городе. Дмитрий Владимирович, ну а как выбрать своего стоматолога, чтобы к нему ходить постоянно и лечить зубы? Заключается правильный ответ в отзывах пациентов. Вот как бы это ни звучало. Ну что же, в интернете читать отзывы пациентов? В интернете, через знакомых, через друзей, по рекомендации. В основном все наши пациенты, они приходят по рекомендации. Это очень приятно. Это мало того, что есть кредит доверия у людей, который ты должен исполнять, но и это правильная оценка именно стоматолога. Вы не профессионалы, вы не можете оценить, как правильно сделали, правильно поставлена пломба или нет, тактика лечения была выбрана, правильно или нет. Вы как ни профессионал не можете. Ну а по ощущениям нет? Ну по ощущениям это может быть, да, хорошо. Но самое главное – это доверие. Доверие пациента к доктору. Моя задача – его оправдать, а пациенту, по сути дела, довериться доктору. Поэтому отзывы – это очень важно. У меня есть мечта, есть мечта, чтобы у всех в городе были хорошие, здоровые зубы. Такая вот у меня не… Вы к ней идете? Да, да, да. Неосуществивая мечта, я ее называю. У меня иногда пациент спрашивает, а почему она неосуществимая? Ну потому что у нас город развивается, у нас становится все больше, и приезжает новое количество людей. То есть как бы у меня работа будет бесконечной и всегда. Но мне хочется, чтобы вот она когда-то все-таки хоть шла к этому исполнению. Я иногда, бывает, по зубам могу определить, в каком регионе родился человек. Каждый регион имеет определенный минеральный состав воды. И это все отражается на зубах? Да, это все отражается, в том числе, отражается и даже в бытовом плане. Иногда у нас на чайнике образуется накид, на лед. Это называется тяжелая вода. Вот это то же самое образуется и на зубах. Конечно, я рекомендую использовать фильтрованную воду. Но вот говорят, чай, кофе тоже очень влияют, правда? Вредные привычки, безусловно, влияют. От них надо отказываться или исключать, или делать. И кофе уже во вредные привычки записали? Все, чрезмерное вредно, абсолютно все. Мы не ставим цель сделать прям совсем всех здоровыми и правильными, как надо. Каждый живет так, как хочет. Но, тем не менее, стремиться к идеалу нужно всегда. Если говорить о лечении, о обезболивании, сейчас настолько тоже в этом плане шагнула стоматология вперед? Сейчас абсолютно все не больно. Вы можете спросить любого пациента, который уходит с нашего приема, как ему было. Ну, все закончилось. Просто полировать осталось. Давай щетку пасту нести, и мы все заполируем. Абсолютно любой пациент уже говорит, что все было не безболезненно, не больно, комфортно, удобно. И он ничего не почувствовал. И это хорошо. Некоторые люди боятся очень самого укола, который перед манипуляциями производится. Для этого есть специальное варенье, которое мы иногда мажем даже взрослым. Они иногда просят, можно помазать, чтобы не было больного укола. Какой состав сейчас в уколе? Что это? Лидокаин или что? Это амидная группа анестетиков. Это, по сути дела, аналог лидокаина, который называется артикаин. Он применяется с небольшим количеством пенефрина. Это такой сосудослуживающий препарат, позволяющий анестетику действовать дольше и пролонгировать действие анестезии. Она действует 2-3 часа. Если нужно, мы можем добавить, можем 5 часов. Некоторые люди у нас делают большие серьезные операции. Там иногда подключается и анестезиолог. Опять же, по мере необходимости. Боль сейчас – это не самая главная причина, почему люди не ходят. Все-таки часто медицина пересекается именно с финансовой точки зрения, почему люди не могут заняться своими зубами. Я закончил Саратовский медицинский университет. Потом попал на стажировку в частную клинику. После учебы меня сразу оттуда захватили. Я переехал в город Видное, потому что женился, надо было купить квартиру. Переехал в Видное и здесь остался. Мне так нравится этот город. Сразу попал в городскую поликлинику на три года нашу. И практически весь город узнал. У меня был такой сумасшедший прием. Я просто очень много людей принимал. Мне они рассказывали об этом городе, как им нравится здесь жить. Особенно тем, кто здесь очень долго живет. Все это время они рассказывали, как он был зеленый город, хороший. И прям проникся этим городом. И сейчас, слава богу, у меня эволюционная карьерная лестница сдвинулась вверх. Я сейчас перешел в частную клинику, но продолжаю лечить здесь, в городе. Мне нравится заботиться именно о жителях города Видное. Таким образом, город Видное обрел настоящего мастера своего дела. Дмитрий Владимирович, что дальше будет с пациенткой нашей? Давайте все зубы отполируем, чтобы они теперь блестели. И ее красивая улыбка. А это каким-то средством, да? Да, это полировочная паста, которая сглаживает любые края, делает зубы ровненькими, блестящими. Осветляет тоже, да? Дарья у нас недавно делала отбеливание, и оно до сих пор держится. Кстати, по поводу отбеливания. Да. Часто спрашивают, интересуются, можно ли отбелить зубы. Можно, сейчас это тоже доступная процедура, на несколько тонов всегда их можно сделать светлее, даже если они были, грубо говоря, желтыми, сделать их прям белыми. Для чего нужен микроскоп? Он увеличивает площадь зрения, которую ты можешь увидеть зуб. Увидеть зуб ближе, увидеть мелкие детали, и если это нужно, мы его применяем. А раньше были тоже микроскопы? Ну, таких не было раньше совсем. Были какие-то лупы, которые использовали стоматологи, чтобы ближе видеть эти мелкие части, делать ровными свои детали. Ну, сейчас это все перешло просто в цифровой современный вид. Можно увидеть краевое прилегание пломб, можно увидеть, насколько хорошо сидит коронка. Дело в том, что долговечность конструкции состоит именно из маленьких нюансов. О том, как прилегает та самая пломба или коронка, чтобы нигде ничего не забивалось и не разлагалось. Ведь вторичный коррес от чего образуется? Затревает пища в зубах, она разлагается на кислоты. Эти кислоты начинают действовать на зубы и разрушать постепенно ткань зуба. И образуется та самая полость, которая все больше и больше, и в итоге пломба вылетает. Нужно ставить ее заново. Вот на микроскоп можно увидеть, чтобы это ближе прилегало и... Меньше создавалось, да? Да, чтобы не было рентгенционных пунктов. Области, куда может быть. Да, не было рентгенционных пунктов. Дмитрий Владимирович, какие сейчас используются пломбирующие вещества? Сейчас используются современные композиты. Для восстановления зуба. Они подходят по цвету и очень прочные, долговечные со временем. То есть они практически не изнашиваются. Раньше такого не было, приходилось... Ну, раньше приходилось замешивать, да. Раньше, если вы помните, вообще амальгамы были. Там это такие ртутные пломбы, которые замешивали при определенной температуре. И когда приезжают ко мне пациенты из других стран, там, лет 20 назад они ставили, прям, видно, эти амальгамные пломбы. Они некрасивые, но служат хорошо, долго. Это был их огромный плюс. Но сейчас, слава богу, можно дать безопасный материал и долговечный. Такой же долговечный. Дмитрий Владимирович, ну а что касается имплантации? Раньше, наверное, был единственный выход – вставная челюсть. А сейчас в этом плане, да. Сейчас выставление зубов очень обширное. Если зуба нет, значит, его можно восстановить имплантатом. Если зубов нет вообще, их тоже можно восстановить имплантатом. Да, в принципе. Их можно даже сделать за 4 дня. Там, за 3-4 дня можно сделать. Вот, когда приходит пациент, у них вообще нет зубов, мы ставим имплантаты, и буквально через 3 дня они ходят со всеми зубами. Хоть и верх, и низ, и они несъемные. То есть они прям одели, и все, и ходят с ними. Это технологии сегодняшнего дня. Также, если отсутствует там один или нескольких зубов, их можно легко восстановить зубными имплантатами. Они состоят из титана, то есть это приживается в 99% случаев. Даже если у человека сахарный диабет? Даже если сахарный диабет, кроме очень серьезных заболеваний, которые есть в организме. Еще немаловажный факт – это рентген, который сейчас также делается, если врач не может в чем-то сомневаться и хочет глубже посмотреть полость рта. Также он сейчас существует, он доступен. И в вашей клинике он, в частности, есть. Покажете нам его, расскажете про него. По поводу рентгена, ну, вообще в целом вся диагностика важна. Когда человек приходит ко мне на первичную консультацию, мы начинаем с общей диагностики, в том числе и рентген. Нужно оценить полость рта, как вот она сейчас на данный момент. Может, мне сделаете рентген? Ну, пойдемте, сделаем, да, конечно. Ну, я поздравляю, вы все отлично, у вас 32 зуба, это здорово. Спасибо. Как есть норма. Ну, собственно, вот этот аппарат, с помощью которого мы делали рентген. Кстати, рентген, как говорят врачи, очень интимная вещь. Его можно делать только за закрытыми дверьми. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое, что сегодня нам показали все нюансы своей работы, поделились мастерством своего дела. Я, кстати, поздравляю вас с наступающим праздником, Международным Днем Стоматолога. Спасибо огромное, спасибо большое. Друзья, спасибо всем, кто был с нами сегодня на телеканале Видное ТВ. Это была программа «Мастер своего дела» и я, ее ведущая, Юлия Погосян. Всех причастных к соматологии я поздравляю с этим профессиональным праздником. Лечите свои зубы, берегите их. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова